Добрый день! Тема нашего урока – корень n-й степени и его свойства. Цель урока – знать определение корня n-й степени и арифметического корня n-й степени. Знать свойства корня n-й степени. Давайте повторим. Перед вами таблица, в которой записаны уравнения. Далее вам необходимо записать ответ. Ответить на вопрос, почему это число является или не является корнем уравнения, и записать числа, являющиеся корнем уравнения. Для образца рассмотрим первое уравнение. x во второй степени равно 25. Ответами являются числа 5 и минус 5. Почему это так? Потому что 5 во второй степени есть 25, минус 5 во второй степени есть 25. Запишем числа, являющиеся корнем уравнения в виде 5 – это корень из 25, минус 5 – это минус корень из 25. Пожалуйста, заполните данную таблицу. А теперь давайте проверим. На экране вы видите ответы. Второе уравнение х третьей степени равно минус 7, значит, ответом является число минус 2. Далее уравнение х четвертой степени равно 16, данное уравнение не имеет корней. х пятой степени равно 32, корнем данного уравнения является число 2. Итак, рассмотрим схему решения уравнения х степени n равно a. Если n четное, то в данном случае уравнение может при а меньше нуля не иметь корней, при а больше нуля, либо равно нулю, имеет 2 корня, плюс-минус корень n степени из a. Если n – нечетное число, то всего лишь один корень, который равен корень n степени из числа a. Итак, перейдем к определению, что же называется корнем n степени из числа a. Корнем n степени из числа a называется такое число b, n-я степень которого равна a. Согласно определению, мы можем записать это в виде формулы. Корень n степени из числа a равен числу b. Почему? Потому что b в степени n дает нам число a. r является показателем степени, натуральное число, отличное от 1. a – это подкоренное число или, говорят, подкоренное выражение. Нахождение корня n степени из числа a называется извлечением корня. Пусть корень n степени из числа a равен х, тогда по определению имеем уравнение х в степени n равно a. Ранее мы изучали свойства квадратных корней. Эти свойства справедливы и для корня n степени. Распутаем первое свойство. При извлечении корня из произведения можно извлечь корень той же степени из каждого множителя. Полученные результаты перемножить. Это правильное извлечение корня из произведения. Посмотрите на формулу. Корень n степени из произведения множителя a и b равен произведению корней n степени из этих множителей. И давайте рассмотрим пример. Корень четвертой степени из произведения чисел 81, 10625. Согласно данному правилу, мы извлекаем корень четвертой степени из каждого числа, записываем значение этих корней, это у нас числа 3, 10 и 5, и находим произведение этих корней. В ответе получаем число 150. Второе свойство. Чтобы извлечь корень из дроби или частного, нужно извлечь корень из той же степени, по отдельности из числителя и знаменателя. И первый результат разделить на второй. Правило извлечения корней из дроби. Вот перед вами формула. Обратите внимание, число b не должно равняться нулю. Мы знаем, что на ноль делить нельзя. Рассмотрим пример под буквой a. Корень квадратный из дроби 121, 169. Мы извлекаем отдельно корень квадратный из 121, отдельно из 169, находим их отношения, получаем дробь 11, 13. К примеру под b. Корень третьей степени из дроби 64, 125. Аналогично находим отдельно из числителя корень третьей степени, отдельно из знаменателя, и получаем в ответе дробь 4,5. Третье правило. Правило сокращения показателя корня и показателя подкоренного выражения. Обратите внимание, корень n степени умноженного k или корень степени nk из a в степени k равно корень n степени из a. Мы видим показатели k и k, они сокращаются. Рассмотрим пример. Корень шестой степени из 27. 27 мы можем представить в виде степени как 3 в третьей. Смотрим 6, здесь число стоит, здесь 3. 6 и 3 делятся на 3, сокращаем на 3. У нас остается корень второй степени, или мы иначе говорим корень квадратный из 3. Пример под b. Корень восьмой степени из x в шестой степени. Сокращаем 8 и 6 на 2, получаем корень четвертой степени из x в третьей степени. Расмотрим четвертое свойство. При возведении корня в степень нужно возвести в эту степень под коренное число, оставляя показатель корня без изменения. Это правило возведения корня в степень. Корень n степени из a в степени k равно корню n степени из a в степени k. Рассмотрим пример. Корень пятой степени возводим в четвертую степень. Показатель в степени 4 мы вносим под знак корня. Значит, и получаем корень квадратный из 5 в четвертой степени. 5 в четвертой степени это будет число 625. Значит, мы извлекаем корень квадратный из 625. Корень квадратный из 625 нам дают 25. Пример под В. Корень третьей степени из числа 2, все это в пятой степени. Вносим показатель в степени 5 под знак корня. Итак, получаем корень третьей степени из 2 в пятой степени. 2 в пятой степени это будет 32. 32 разложим на множители 8 и 4. Почему именно на такие множители? Потому что корень третьей степени из числа 8 дает нам число 2. То есть корень уже можно извлечь. Тогда мы с вами записываем 2 умножить на корень третьей степени из 4. Перейдем к пятому свойству. При извлечении корня из корня нужно извлечь корень, показатель которого равен произведению показателей данных двух корней, оставив под коренное число без изменения. Правило извлечения корня из корня. Корень n-ой степени из корня катой степени из числа А равен корню m катой степени из числа А. И на примере видим корень третьей степени из корня квадратного из дроби 1 в 64. Мы получаем корень шестой степени, так как мы 3 умножаем на 2. Корень шестой степени из 1 в 64 нам дает число 1 в 2. И все основные свойства корней вы сейчас видите вот на экране. Себя запишите в тетрадку. И теперь давайте перейдем к заданиям. Вам необходимо выполнить следующее задание. Первое задание. Вычислить 4 примера на вычисление, 5 пример на сравнение чисел. Вам необходимо использовать свойства корней на степени, находить кубические корни. И здесь использовать тоже свойства степени, чтобы сравнить данные числа. Следующее задание. Упростить выражения. Вы видите эти выражения. Здесь они содержат как числа, так и буквы. То есть здесь есть еще и, допустим, А в 10 степени или А в 12 степени. То есть вам необходимо для каждого из умножителя применить вот эти вот свойства, которые прописаны у вас в дескрипторе. То есть вы используете данные свойства, извлекаете выражение из-под знака корня, представляете ответ в стандартном виде. Ну и давайте проверим. В первом ответе у нас получается минус 120. В первом примере. Во втором 2. В третьем 4 третьих или 1 целая 1 третья. В следующем корень квадратный из 2. И при сравнении числа мы видим, что данные числа у нас равны. Во втором задании мы получаем следующие ответы. 2А в квадрате. 2А в квадрате 2 в третье С. 4Н во второй степени, Н в третьей степени, П. И 2 третьих Х во второй степени и В в третьей. И давайте подведем итог урока. Сегодня на уроке мы с вами узнали определение корня Н степени и арифметического корня Н степени. Узнали свойства корня Н степени. И научились применять данные свойства при решении упражнений. Для самостоятельного выполнения вам предлагаются 4 задания. Первые 2 задания уровня А. Необходимо найти значение числового выражения. 2 примера. Сравнить числа. Далее. 3е задание решить уравнение уровня В. И 4е задание уровня С. Избавиться от рациональности в знаменателе. Для подготовки уроков вы можете использовать учебник алгебры начала анализа 11 класса, использовать сайт Bellingland, а также другие образовательные ресурсы. Спасибо за урок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!